Ну а еще нам можно будет с вами ощутить или испытать одну очень важную вещь под названием проповедь. Потому что Библия говорит, что в центре всякого служения, богослужения в Церкви должна стоять проповедь Божьего Слова. Хотя мы сегодня уже слышали из уст детей и тех, кто выходил из пения, слушали истины, которые записаны в Библии. Это не какие-то придуманные слова, непонятные для нашего разума. Это не что-то такое мистическое, скрытое, тайное. Это те истины, которые записаны в Слове Божьем. Поэтому, если вы читаете Библию, вы все это там обнаружите. В том числе и то событие, о котором мы сегодня говорим, воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу вам рассказать сегодня или обратить ваше внимание на одну историю, которая тоже записана в Библии. Хотя она не имеет, может быть, прямого отношения к воскресению Иисуса Христа. Но, тем не менее, эта история тоже говорит о воскресении. История о двух людях, которые жили на этой земле, как все мы с вами. Жили в одно и то же время. Жили при одних и тех же обстоятельствах. Имели разный статус в этой жизни. Но, эта история говорит, что они только вместе жили, но они также еще и умерли вместе. И самое ужасное, самое печальное в этой истории то, что после смерти эти люди оказались по разной стороне. Я думаю, те, кто Библию, наверное, читает, знают, о ком я говорю, о какой истории идет речь. Эта история записана в 16 главе Евангелия от Луки, с 19 по 31 стихи. Вооружиться моими глазами дополнительными, чтобы прочитать эту историю. История называется, как принято ее называть, «Богач и лазы». Вот что говорит о ней Иисус Христос. Это слова самого Христа. Некоторый человек был богат. Одевался в порфиру и сон, и каждый день пиршествовал пристать. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струбья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Аврааму. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возобив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы я мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал, «Сын, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни, твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что, хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучей». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не погиб». Я хочу сказать, что это реальная история, которую Христос рассказал. Хотя некоторые говорят, что это притч, но как мы видим в этой истории, Христос говорит о конкретных людях. Он упоминает конкретные имена. Здесь есть личность по имени Лазарь. Также здесь присутствует личность из Ветхого Завета по имени Авраам, родоначальник еврейского народа. Также здесь упоминается Моисей, упоминаются пророки. Поэтому это реальная история, которую Христос здесь приводит из жизни. Нужно сказать, что эта история не учит, что богатые попадут в ад, а бедные в рай. Мы чуть позже об этом выясним. Вы знаете, что человек, согласно Библии, попадает в рай не потому, что он был нищим, не потому, что он что-то сделал или не сделал. В Библии говорит, что человек обретает вечную жизнь и спасение в Господе Иисусе Христе через веру в Его, через дар благодати Божией, дарованной каждому человеку. А в ад человек попадает лишь только по одной причине, потому что он отвергает этот Божий дар, который Бог предлагает ему через Иисуса Христа. В контексте Иисус Христос здесь обращает внимание на фарисеев, потому что перед этим у него был разговор с этими людьми, со священниками того времени, которые рубили деньги и в конечном итоге смеялись над Иисусом Христом, потому что Он обличал их сребролюбие, то есть любви к деньгам. И Христос сказал, что человек, по сути, не может служить одновременно Богу, и он не может служить одновременно мамоне, то есть богатству или деньгам. Посмотрите, это история двух людей до смерти. В начале первых стихах мы читаем, что был некоторый человек, некоторый человек был богат, одевался в парфиру, и сон, и каждый день пиршествовал блистать. Другими словами, этот человек одевался в очень дорогую одежду по тем временам. То есть, в свою роду он ходил по дорогим магазинам, он выбирал только лишь самые лучшие бренды от лучших мастеров. И он одевался, возможно, менял каждый день новые наряды. На столе у этого человека были изысканные блюда. Каждый день, Библия говорит, он это делал. Вы знаете, там не были горы еды, как некоторые представляют, там оливье тазиками, да, или какие-то еще блюда, которые мы обычно готовим на праздники. Речь идет о том, что этот человек кушал изысканно, он кушал дорогие блюда, которые сто ли громадных денег. Вы бы, наверное, в ужас пришли, если бы кто-то предложил вам сходить в ресторан пообедать за 100 долларов на человека. Но есть такие люди, которые это делают практически каждый день. Можно сказать, что этот человек жил по полной программе, под лозунгом «Бери от жизни все, что только можешь». Вы знаете, что сегодня многие люди мечтают жить так, как жил этот богач. Нужно заметить, что многие из этих же людей никогда не станут богатыми, но, тем не менее, они продолжают мечтать. И мечтают даже до глубокой старости. А вдруг фортуна улыбнется. Вдруг придет когда-то такой момент, что я разбогатею. Ведь многие люди мечтают, особенно в наше время, когда везде на экранах телевизоров, в интернете, да, в любом, в любых средствах информации пропагандируется подобный образ жизни. Купи ту вещь, приобрети эту вещь, сделай это, сделай то, и ты станешь очень богатым человеком. Но вы заметьте, что Христос не осуждает богатство в этой истории. Богатство не является на самом деле злом, как говорит Библия. А именно желание быть богатым или обогащаться является злом, которое ведет человеку ко множеству бед и проблем. Писание говорит, а желающие обогащаться впадают в искушение и все эти, во многие безрассудные, вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и паку. И Павел далее говорит, где корень проблемы. Он говорит, ибо корень всех зол или бед есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбя. К этому богатству нет ничего плохого. Это обычные деньги, либо это обычные драгоценности. Но желание обогащаться, стремиться к этому всем сердцем, всей душой, видеть в этом смысл жизни, поклоняться богатству как идолу, это есть зло, которое приводит человека ко множеству проблем в этой жизни. Посмотрите, этот человек не был идолопоконник. Не сказано, что он нарушал какую-то одну из заповедь. Он даже не относился грубо к нищему человеку, к Лазарю, который каждый день валялся у него под столом и желал напитаться крошками падающими со стола этого богача. Вы знаете, в то время многие люди, в том числе и ученики Христа, думали о том, что богатство — это знак благословения Божьего расположения. И однажды, когда по Христу подошел один богатый юноша и спросил у Христа, что мне делать, чтобы наследовать Царство Божье, то Христос сказал, ты соблюдай заповедь. И молодой человек ответил ему, я от юности все это сохранил, я все соблюдаю, он говорит. Но Христос говорит, одного тебе еще не хватает. Говорит, пойди и продай мить свое, и раздай нищим, и тогда приходи и следуй за мной, и ты будешь иметь на небесах несметное богатство. И в этой истории написано, что юноша, когда услышал эти слова, он опечалился сильно сердцем, потому что был богат, Писание говорил. Другими словами, не потому, что он просто был богат, а потому, что его сердце было привязано к этому богатству. Для него на самом деле было желание не следовать за Богом, а для него было на самом деле расстаться с другим Богом под названием богатство. И вот иудеи, и ученики, услышав вот эту историю, они сказали, Господи, а кто же может спастись? Ученики думали, что если человек богат, то значит Бог на его стороне. Значит, Бог с этим человеком, Бог его благословил этим. А если человек нищий, валяется где-то или просит что-то, значит, Бога с ним нет. Такова была философия, такова была религия. В то время, в принципе, и сегодня это процветает в нашем обществе. Мы говорим иногда, вот если человеку добавили зарплату или он приобрел какую-то вещь, вот мы говорим, вот Бог его благословил. А когда человек заболел или если у него какие-то случились проблемы, мы понимаем, значит, что-то не в порядке, значит, Бог его не благословил. Но это та же философия, которая была у учеников, в креста, не у фарисеев. Богатство, которое Бог дает людям, оно служит испытанием верности, чтобы проверить человек, человеческое сердце, насколько человек верен Богу даже в таких обстоятельствах. Писание говорит, кому многое дано, с того многое потребуется. Вы знаете, что придет когда-то день, когда Бог потребует у всякого человека дать отчет, в том числе и у богатого. Как он использовал свое богатство? Проблема даже не в том, насколько богат человек. Проблема в том, как человек использует то, что он имеет в этой жизни. Посмотрите, как контраст, как два таких противоречия мы видим. Второй человек был, написано, был также некоторым нищим именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбе. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали с трубья его. В отличие от богатого, бедный человек, мы видим, не имел ничего. Его звали Лазарь, это креческая форма, еврейская форма или Эза, которая буквально означает «Господь, моя помощь». Можно сказать, что этот человек, этот нищий, был настоящим детем Авраама, потому что ходил верою. Библия нам говорит, тот, кто ходит по путям или по следам отца Авраама нашего, тот и является его истинным детем. Не тот, который родился по плоти, а именно тот, кто верит, как верил Авраам Богу. Посмотрите, этот человек не мог ходить, он лежал, так говорит Писание. Он лежал под столом, мы не знаем, у него были какие-то проблемы с ногами, может, вследствие того, что заболевание кожи, которое он имел, так называется здесь, это заболевание с трубья, то есть язвы, гнойные язвы, которые кровоточили, гноились, и никто не оказывал внимания этому человеку. Я думаю, что как бы естественно для нас, людей, удаляться от тех людей, от которых, как мы говорим, дурно пахнет, которые больны какой-то болезнью, заразной. Так вот, мы видим, что никто не оказывал внимания этому человеку, кроме собак. Можно сказать, что собаки были к нему более милосердны, чем люди. Они подходили и лизали его с труб, и они своего рода зализывали раны, как обычно собаки делают. в материальном плане у него ничего не было. Но в духовном плане богач, то есть нищий человек, в отличие от богача, был очень богат. Знаете, один человек сказал так, если у вас есть Бог, у вас есть все. Но если нет Бога, то у вас нет ничего. Ровным счетом ничего. Вот такова история этих двух людей вкратце до смерти. Теперь история жизни двух людей после смерти. 22 стих говорит, умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Единственное сходство между этими двумя людьми то, что они умерли. Вы знаете, что перед смертью все равны. смерть не делает никому привилей. Все знают, что смерть есть, но мало кто понимает, что он умрет, и мало кто старается думать о ней. Большинство людей живут так, как будто они будут жить вечно на этой земле. Один человек так сказал, хочешь жить правильно, всегда помни о своем последнем дне и сделай его своим лучшим другом. Помните, что когда-то придет тот день, когда вы умрете. И мы не знаем, когда это случится. Это может случиться через 30 лет, 10 лет, через год, а может быть и завтра. Поэтому для всякой гордости, самоправедности, высокомерия, надменности, богатства, недовольства, ропота, зависти, бедности есть только одно оружие мыслить о смерти. Думайте, независимо от того, кто вы есть в этом мире, думайте о том, что вы один из тех, кто однажды встретится с этой самой настоящей реальностью смерти. Посмотрите, нищий умер и бедствия закончились для этого человека. Умер и богач, и для него пиршенства закончились, которые он устраивал каждый день. Все закончилось одинаково, как для одного, так и для другого. Нет никакой разницы. Смотрите дальше, что происходит с этими людьми. Они попадают в разные места, хотя на земле они жили в одном месте. Лазарь попадает, мы читаем, на лоно Аврамова. Это место утешения, как написано в 25 стихе. И это место, куда желает попасть всякое дитя Божье. Потому что там, как Библия говорит, несравненно лучшее, даже чем самая лучшая жизнь на этой земле. Я уже не раз говорил вам, что если вы даже лучше всех живете здесь, на этой земле, или вы думаете, что вы лучше живете, как другие, то ваша жизнь самая плохая и отвратительная по сравнению с жизнью на небесах. И если даже вы приобретете весь мир и богатство и славу этого мира и скажете, как сказал когда-то другой богач, много у тебя добра душа, на многие годы хватает, ешь, пей, веселись, зачем тебе думать о завтрашнем дне, то вот такая жизнь это самая худшая жизнь по сравнению с вечностью, с вечной жизнью, с тем блаженством. Потому что там несравненно лучше. Еще один человек так сказал, если бы мы знали, что нас ожидает после смерти, то мы больше не смотрели бы и по обе стороны переходя улицу. Быть с Авраамом после смерти считалось у евреев иметь наивысшее счастье. То есть евреи так думали. Они думали, если они попадут на лоно вместе с Авраамом, то это будет вечное блаженство. Христос тоже говорил об этом. Он говорил, говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом и Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. То есть Христос говорит о реальности, что в действительности многие люди придут с разных народов и они будут находиться вместе с этими великими патриархами. Но противоположность Лазарю, который утешался на лоне Авраамова, богач находился вместе под названием А. Как мы видим, это настоящее место, как Библия говорит, приготовленное для дьявола и его ангелов и для всех тех, кто последует за ним. Это такое же место, как и любое другое место. Это то место, куда попадают сразу. Послушайте, мы уже читали, Христос говорит, умер богач и похоронили его. И в Аде, будучи внуков 23 стихи, посмотрите, три глагола здесь использует Христос. Он говорит, умер, похоронили и находился, или будучи. Знаете, что этот человек, когда умер, он оказался там раньше, чем это обнаружили даже родственники. Иногда мы думаем, или нам говорят, ну еще девять дней где-то душа человека летает, или сорок дней. Ну это все, как говорят бабушкины сказки. Библия вообще ничего не говорит о подобных пищах. Библия говорит, ясно, что человек умирает и попадает либо в рай, либо в ад. Как на примере с этим человеком. Посмотрите, Христос здесь ясно говорит, что это осознанное место. Написано «И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и Возапив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени этом». Человек, как мы его называем, богач, он был более живой, чем когда-либо падал. Самое ужасное для нераскаившегося грешника то, что после смерти его мысли меняются. Мировоззрение его меняется. Он думает совершенно по-другому там, в этом месте. Он начинает видеть там все то, чего он не видел здесь, в этой земной жизни. Он понимает, что подобно Исааву, ветхозаветному одному из образов или примеру, он променял вечное счастье на тарелку каши. После смерти, вы знаете, не бывает, не верит. Там все верят. Один человек сказал, ад – это истина, осознанная слишком поздно. Там все реально понимают и осознают, что с ними происходит или произошло. Иисус показывает здесь, что Авраам ничего не может сделать для этого человека или для тех, кто умирает в грехе, не разгарившись. Потому что патриарх, каким бы он великим ни был, он не спасает от ада, как вы знаете. Ни один святой не может спасти человека от ада. Дева Мария тоже не может спасти человека от ада. Библия говорит, что только есть одна личность, благодаря которой мы можем спастись, потому что нет другого имени, данного людям, которым бы надлежало нам спастись. То есть, имя Иисуса Христа, который умер и воскрес измертых. евреи думали о том, что им автоматически предлежат беса. Когда-то Иоанн Креститель, когда вышел проповедовать еврейскому народу для того, чтобы подготовить их к приходу Христа, он обличал людей, в том числе священников, обличал и говорил, и не думайте, говорите себе, «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Авраама». Эти люди утешали себя ложной надеждой и говорили, «Но я же потомок Авраама, значит, я автоматически попадаю на небеса». Как сегодня многие люди думают, и славяне в том числе думают, «Но если я православный, значит, я автоматически попаду на небо». «Раз мои родители были верующие, значит, я тоже впаду на небо». Но Библия об этом вообще ничего не говорит. Иоанн Креститель говорит, «Не думайте говорить себе в сердце, не убеждайте себя, что вы дети Авраама, потому что Бог может детей сделать буквально из тех камней, которые обаляются возле дороги». Он может сказать одно слово, и камень превратится в человека. «Есть ли что невозможное для Господа, скажите?» Библия говорит, «Нет». 23 стих также развенчивает идею о том, что душа спит. Есть такие теории, согласно которым периодом между смертью и воскресением душа находится в бессознательном состоянии. Но посмотрите, этот стих ясно доказывает, что по ту сторону могилы есть сознательное существование. Люди там реально понимают, осознают, чувствуют, думают, а не знают, что с ними произошло. Они не спят. Смотрите, это место также Христос называет как отдаленный. Он поднял глаза свои и увидел вдали написано Авраама и Лазаря на лоне его. И сверх того, далее мы читаем, между нами и вами утверждена великая пропасть, так, что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят. Не сказано, какое расстояние между адом и раем, но Авраам здесь ясно говорит, что невозможно перейти. Расстояние можно сказать беспредельное. Но главное в этом то, что там, где находился богач, там нет ни одной капли благодати, там нет Божьей любви, там нет прощения, там люди остаются в мучении сами с собой, со своей совестью, своими грехами, там нет никакого искупления. Далее мы читаем, что это место агонии, 24 стих, написано Ивазапиев, то есть богач сказал, отче Аврааме, милосердясь надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени это то место, о котором Библия говорит, там огонь не угасает. Вы, ну, может, кто-то видел доминную печь, где плавят руду, металл, в поле. Какая температура там? Ну, или хотя бы видели огонь в печи, или огонь в костре, вы знаете, что это, если туда попасть, это будет неприятно. Вы знаете, какая температура на солнце? Необразимая температура даже здесь на земле. Но Библия говорит, что там будет огонь не угасать. В данном случае речь идет не о символах каких-то, а о настоящей реальности, потому что богач говорит, ибо я мучаюсь пламени это. Это место также мучительных воспоминаний. Авраам говорит, но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злой, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Знаете, я думаю, что мы все часто сожалеем с вами о неправильно принятых решениях или сделанных поступках. И мы понимаем, что мы ничего сделать не можем. Иногда мы несем последствия тех поступков, которые совершили в жизни. И мы понимаем, что прошлое возвратить невозможно. Это понимал богач, который находился в этом месте. Авраам называет его здесь чадо, то есть дитя, подтверждая тем самым, что он был его физическим потомком, хотя со всей очевидностью он не был духовным потомком, он не был дитем веры. И патриарх напоминает ему о жизни, проведенной роскоши, в удовольствиях, утехом. Он также вспомнил о бедности и страданиях Лазаря. Теперь по ту сторону могилы они поменялись местами. Неравенство, которое было на земле, стало обратным. Мы также видим, что оттуда нельзя убежать, как бы человек ни хотел. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Из этого стиха мы с вами узнаем, что выбор, сделанный нами в этой жизни, определяет нашу личную участь. Как только наступает смерть, эта участь утверждается. Нет перехода из места, где находятся спасенные, в то место, где находятся осужденные, и наоборот, невозможно перейти. Потому что, как Иврам говорит, там утверждена великая пропасть. Кто-то сказал, что человек может смеяться по пути в ад, но никогда не сможет смеяться в ад. Многие люди, вы знаете, шутят, смеются над смертью даже сегодня. Всякие анекдоты придумают, истории и так далее. Но потом уже этих историй и анекдотов говорить не будут. В 27-м стихе мы читаем. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли ему в дом отца мой, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место учения. Смотрите, богач умоляет здесь Авраама. Вы представляете вообще, что значит умолять кого-то, просить кого-то, упрашивать, падать на колени, целовать ноги, или как мы говорим, да? Ухватиться надежду и просить, умолять, и говорить, умоляю тебя, помоги мне, или не делай этого. Вы когда-нибудь делали это в жизни? Ну, возможно, мы бы это и сделали, если бы находились перед лицом смерти, правда? О чем он умоляет? Он просит, чтобы Лазарь воскреснул из мертвых и пришел пяти братьям, которые живут на земле еще, и рассказал им о том, что есть такое страшное место. Но поверили бы пять братьев Лазарю, который, предположим, вернулся бы из иного мира? Скорее всего, что нет, чем да. Вы знаете, что человек всегда ищет причину, чтобы не верить. Он говорит, я не могу в это поверить, потому что это не доказано научным путем. Вы слышали когда-нибудь? Или потому, что это не согласуется с моими представлениями, с моей традицией, с моими обычаями. Я не могу в это поверить, люди говорят. Но я думаю, иногда люди даже пальцем не хотят шевельнуть, чтобы попытаться поверить, чтобы попытаться убедиться, что это было так. Люди говорят, я не могу поверить в воскресение Иисуса Христа. А что ты сделал, чтобы ты мог поверить в это? Хотя бы немного. Ты закончил институт какой-то, или академию, или семинарию, чтобы убедиться, что это так или нет. Или ты прочитал Библию, серьезно, отречал до конца, чтобы убедиться в этом, правда или нет. Я думаю, что все пять братьев, они точно так же бы поступили с воскресшим Лазарем. Они сказали, извини, мы закончили высшее образование, вот, и они сказали, мы знаем хорошо физику, и это не вписывается в физические законы. Поэтому иди кому-нибудь расскажи другого, но только не нам. Или некоторые люди сказали, и некогда, у меня в жизни много забот, много дел, как-нибудь в другой раз. В принципе, люди сегодня говорят точно так же. Ничего не изменилось в этом плане. В одном, вы знаете, находятся самые лучшие евангелисты, как кто-то сказал. Потому что если бы их освободили с этого места, и они пришли на эту землю, они бы проповедовали людям, чтобы они покаяли все 24 часа. Знаете, что память человека в аду будет работать на все 100%. Мы видим, что этот человек прекрасно помнит, что у него есть пять братьев в доме его отца. И в аду, вы знаете, никто не будет притворяться, никто не будет лицемерить, потому что все там становится явным. Что Абрам отвечает богачу? Он говорит, Абрам сказал ему, у них есть Моисей и пророки пусть слушают Ирина. На что надеялся богач? Он надеялся на чудо. И он думал, что чудо, которое совершится, оно каким-то образом изменит представление сердца его братьев. Но мы знаем из Библии, мы знаем из опыта, что никакое чудо не может изменить сердце человека, если он не верит Божьему Слову. Вы знаете, что в Писании есть все, что нужно знать, чтобы спастись. И даже если кто-то придет из загробного мира, он ничего не сможет добавить его евангельской вести. Вы знаете, что если бы сейчас воскресли пророки и даже самые известные люди, они бы сказали следующее, они сказали, вы должны читать Библию, чтобы спастись. Даже когда Христос пришел на землю, он сказал у Иудеи, которые еще сомневались и думали, а кто же он, Мессия или не Мессия, он сказал им, да, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, и они свидетельствуют, то есть Писание, а мне. Божье Слово. Христос постоянно говорил, что должно все исполниться написанное днем пророков, псалмах и в Писаниях их законе. Только Писание способно изменить сердце человека. Божье Слово, вера, отслышание, слышание от Слова Божьего. Но посмотрите, богач снова отвечает Лазарю, он же сказал, нет, отче Авраами, говорит, но если кто из мертвых придет к ним покаяться, богач все равно настаивает как бы на своем, он понимает, что если его пять братьев попадут туда, где он, то ему еще будет хуже. Не потому, что ему жалко братьев, скорее всего, потому, что ему еще хуже будет в аду, когда он будет видеть мучения своих пятерых братьев. И этот человек, как мы видим, имеет ложное богословие в отношении спасения. Но, вы знаете, в аду будет много богословов. Там тоже будут люди, которые называют себя верующими, которые ходили в церковь, делали какие-то ритуалы, даже будут те, которые именем Иисуса Христа изгоняли бесов, исцеляли больных, совершали знамения. Там будут множество подобных людей. Но там не поможет человеку ни его богословие, ни его вероисповедание, ни что-то другое. Авраам в 31 стихе, в последнем стихе этой истории говорит, «Тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Смотрите, Авраам ставит последнее слово за собой. Он заявляет, что отказ слушать Божье Слово является окончательным. Если люди не слушаются предостережений Библии, то они не поверят, даже если кто-то воскреснет из мертвых. Вы знаете, Христос однажды совершил одно из величайших чудес в своем служении. Он воскресил человека тоже по имени Лазарь, но это не тот Лазарь, это брат Марфы и Марии. Он воскресил его из мертвых, когда тот уже четыре дня лежал в гробе. И Библия говорит, что он уже смердел, то есть от него дурно пахло. И люди не верили. И когда Христос сказал одной из сестер, что она должна веровать, то она сказала, да, Господи, я верю, что в последний день воскресишь его из мертвых, то есть когда-то наступит день, когда мертвый воскрес. Так вот, Христос воскресил его, сказав просто слово, Лазарь, выйди вон, то есть выйди из гроба. и он вышел, написанно оббитый весь пелена. Так вот, люди, конечно, пришли в шок от увиденного чуда. Они не понимали, что на самом деле произошло. Даже священники, которые это видели, они тоже разводили руками и говорили, мы не понимаем, как такое возможно вообще воскресить мертвого человека, который уже четыре дня лежит в гробу. Но вы знаете, какой результат был? Ноль, нулевой, не поверить. Все равно не поверить. Сколько чудес, евангелист Иоанн, говорит, Христос совершил перед людьми, все равно не поверить. И даже если, вы знаете, воскресение из мертвых, это самое вообще великое чудо, которое может произойти из человека. Но больше ничего уже нельзя придумать другого. Да? Мы понимаем, что может быть чудо исцеления, чудо каких-то освобождения, каких-то сложных обстоятельств. Может произойти что-то необычное, вроде знамения какого-то. Но воскресить мертвого человека, разлагающееся тело, это вообще сверх всяких возможностей. Люди все равно не поверят. Вы знаете, что убедительным доказательством этому служит то, что произошло с самим Иисусом Христовым, когда Он воскрес из мертвых, и люди по сегодняшний день продолжают не верить. Даже сегодняшние люди, которые ходят в церковь на воскресение и говорят «Христос воскрес воистину, воскрес», большая часть из них не верят в Иисусе, они это делают чисто по традиции. Никто осознанно не верит и не понимает, как такое может быть. Поэтому Авраам ясно говорит «У вас есть Моисей, пророки», то есть он ссылает опять нас на что? На Писание, на Библию, на Божье Слово. Если люди этому не верят, то все остальное бесполезно для спасения человека. Сегодня мы проповедуем Божье Слово, сегодня мы говорим, что говорит Бог ко мне, каждому из вас через свое слово, через свое откровение. И это слово, как Библия говорит, оно острее всякого меча боедоострого, оно проникает до составов и мозгов наших, оно сутит наше помышление, намерение глубоко внутри, в сердце наше, для того, чтобы возродить наш дух новой жизни. В заключении еще раз хочу напомнить вам, что эта история ясно учит нас тому, что человек несет ответственность за проживую жизнь. Также она показывает реальное место мучения и реальное место блаженства. Но более всего нужно обратить внимание на тот факт, что есть только один путь для обретения спасения. это верой принять Божье Слово, которое говорит нам о личности Иисуса Христа, данной нам для спасения, о евангельской вести, которая проповедуется грешнику, опять-таки же через Божье Слово, как наивысший авторитет. Это есть единственный путь для спасения человека. Поэтому автор послания к евреям говорит, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваш. Когда к вам звучит Божье Слово, с призывом покаяться, обратиться к Богу, не ожесточайте сердце своего. Наоборот, смиритесь пред Богом, признайте, что вы грешник пред Богом, вы не заслуживаете Его милости и Его благодати к вам. У вас нет ничего доброго, как Библия говорит, потому что все мы поражены грехом от темени головы до подошвы ноги, так говорит пророк. Мы должны признать, что мы не можем сами спасти себя, потому что только Бог может сделать для человека. Вы знаете, недавно мне один человек сказал, что самый лучший вариант, чтобы привести человека к покаянию, это сказать, что он ничего не может сделать для своего спасения. ничего. Вы ничего Богу не можете предложить. У вас нет ничего доброго, потому что ваша праведность говорит, как пророк царя, как запачканная одежда перед Богом. Все наши добрые дела не тоже осквернены и испорчены греховом, потому что сердце наше неправо пред Богом. Наше сердце, как говорит пророк Иеремия, крайне испорчено. Мы даже не знаем до конца глубины своей порочности, мы испорчены до ужаса, но я опять-то говорю, мы даже не представляем себя до конца, что это такое, потому что есть только один, кто знает наше сердце. Это только Бог, потому что Библия говорит, что Бог это сердцевидец, Он больше сердца нашего, Он знает все, Он знает наши мысли, Он знает то, чем мы руководствуем все в своей жизни, Он знает даже, почему мы сегодня сюда пришли, по каким причинам, Он знает все наши побуждения, которые стоят за нашими делами, поэтому есть единственный путь признать пред Богом, что вы ничего не можете сделать для своего спасения, и обратиться к Нему с миром, за милостью, подобно, как когда-то сделал один из мытарей, грешников, который стоял написано вдали, в храме, и не мог голову поднять, даже к небесам, и сказал, Господи, будь милостив, во мне грешен. Также есть один единственный путь, чтобы попасть в ад. Это просто отвергнуть Божье слово, просто отвергнуть евангельскую весть о спасении, просто сказать, мне это не нужно, я этого не хочу, или как-нибудь в другой раз, когда состарюсь, тогда возможно. Вот этого достаточно, чтобы попасть в ад. Поэтому еще раз хочу вам напомнить, что Бог будет судить вас не потому, что вы что-то сделали или не сделали в этой жизни. Бог будет вас судить только лишь на одном основании. Приняли ли вы Его Сына, как наивысший дар благодати для спасения каждого из вас? Вот это главное основание, на котором Бог будет судить каждого человека. Это то главное основание, на котором мы можем войти в лона Авраама, либо попасть в то место под названием Кад. Поэтому пусть сегодняшний день и праздник, связанный с воскресением Иисуса Христа, наполнит вам о вашей бессмертной душе, потому что мы прекрасно понимаем, что придет тот день, когда мы будем стоять перед Богом, и мы будем стоять, знаете, как Библия, точнее, не как Библия говорит, так иногда говорят, Бог как сахопа, вы будете совершенно стоять перед Ним обнаженным, как когда-то Адам с Евой ходили в раю, и у вас ничего не будет предложить, совершенно ничего, потому что спасение происходит не на человеческих условиях, она Божьей. Если вы принимаете Божьи условия, вы можете спастись, если вы отвергаете их, а предлагаете какие-то свои или выдуманные людьми, то вы будете там, где и богачи. Пусть Бог благословит вас, давайте мы помолимся. Отец, мы благодарим, что ты дал нам этот день и дал это слово, чтобы мы могли рассуждать о нем, чтобы могли думать о душе своей, могли думать о жизни. Мы молимся и просим о том, чтобы ты вразумило наставил нас жить по слову твоему, избирать всегда истину твою и видеть тех, кто вокруг нас. Мы просим, чтобы ты помиловал, благословил многих людей, которые живут подобно, как этот богач. Мы молимся, чтобы ты помиловал этих людей. Мы также молимся за тех людей, которые хотят жить, как этот богач. Но мы молимся, чтобы ты также их помиловал, Господи. Помилуй грешников, Господи, помилуй по великой благодати твоей и откроем путь спасения, потому что тебя спасение. То, что невозможно людям, то возможно тебе. Господь просит тебя, чтобы ты благословил каждого, кто сегодня здесь находится. Ты знаешь, как каждого благословить. Прежде всего даром благодати данной нам через Господа нашего Иисуса Христа. Мы просим, чтобы ты благословил всякого, кто нуждается тебе, кто просит о помощи. Мы молимся, чтобы и для них была явлена благодать твоя. Мы молимся за каждую душу, кто испытывает проблемы в этой жизни и не знает, как решить эти проблемы. Мы снова просим Господь, чтобы ты помиловал их по великой милости своей. Благослови нас, Боже, помнить о великом чуде воскресения Христа, помнить о том, что это путь, который открыл нам Христос в небеса, чтобы и мы были там, где Он, чтобы быть наследниками Христу, чтобы разделять с Ним вечную славу и блаженство. Благослови Господь, еще раз просим думать серьезно о нашей жизни, о том, как мы живем и как мы представим перед Тобой, что мы, Господь, можем предложить тебе. Благослови нас, Боже, в этом и прославься во всем во имя Иисуса Христа. Аминь.